Здравствуйте! Вы смотрите новости Бавлов. Наши корреспонденты расскажут о том, что произошло в районе за неделю. С вами Индира Сайфулина. Мы начинаем с краткого обзора основных тем. Навсегда в сердцах митингам памяти бавлинцы отметили годовщину чернобыльской трагедии. Эта трагедия дает нам понять ценность жизни мира. С теплом и заботой очередная партия гуманитарной помощи доставлена в зону СВО. Ребята встретили очень тепло, отзывчиво, с большими благодарностями. Первый укус в Бавлинском районе активизировались клещи. Нужно принести, конечно, в больницу, чтобы мы этого клеща отправили в лабораторию. Сегодня возле памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС состоялся митинг, посвященный памяти тех, кто ценой своей жизни и здоровья устранял ее последствия и минимизировал ущерб. В митинге приняли участие чернобыльцы, вдовы ликвидаторов, руководство района и учащийся школ. Далее подробности. Возникший пожар продолжался в течение 10 дней. В окружающую среду был выброшен большой объем радиоактивных веществ. Авария на Чернобыльской атомной электростанции расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики. Техногенная катастрофа произошла 38 лет назад и забрала жизнь и здоровье не одной сотни людей. Из Бавлинского района на ликвидацию аварии в Чернобыль отправилось 73 человека. Александр Ильичев был одним из них. В то время ему было 37 лет. Дома остались жена и двое детей. Работу на Чернобыльской АЭС он помнит до сих пор, до мельчайших подробностей. Отчищали от этих, после взрыва всякие мелочи оставались. Вот это большие комки, маленькие, всякие с шипцами. Одевали эти свинцовые фартуки, сверху спецовка ХВ-роба. И вот выбегаешь, она время, там вытекает, сколько ты должен находиться там в это время. В Чернобыле Александр Ильичев пробыл два с половиной месяца. Когда он набрал допустимую дозу радиации, его отпустили домой. Мужчина признается, что впоследствии, уже в 90-х годах, у него начались проблемы со здоровьем. Хотя до этого, по его словам, он чувствовал себя хорошо. К чернобыльцам обратился активист движения первых. Эта трагедия дает нам понять ценность жизни мира. Воспитывает в нас чувство долга и ответственности, любви и бережно отношения к себе, к своей семье, к своей родине. После этого присутствующие почти лей память ушедших из жизни ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС минуты молчания. В завершение митинга к памятнику возложили цветы. А Игулька Драфикова была от Минязов. Бавлинское телевидение. Знать, чтобы помнить. Сегодня бавлинцы написали диктант победы. Международная патриотическая акция в этом году проходит в шестой раз. Свои знания о Великой Отечественной войне проверили учащиеся 10-11 классов, а также учителя истории и общества знаний школ города. Спасибо вам, что вы чтите и помните нашу победу. На базе школы номер 5 диктант победы написали 60 человек. Были задействованы три кабинета. В этом году впервые участники акции также написали письмо герою, бойцу специальной военной операции. Цель этого диктанта, конечно, это пропаганда в первую очередь патриотического воспитания. Потому что уходят годы Великой Отечественной войны, наших ветеранов становится все меньше и меньше. И поэтому в память о тех, кто погиб, в память о тех, кто остался живых и уже сейчас ушел от нас, вот проводится этот диктант победы. Участникам надо было ответить на 25 вопросов. На написание диктанта дали 45 минут. Было запрещено пользоваться средствами связи, искать где-либо подсказку. Ученица школы номер 5, юнормеец Аделия Исаева, уже не в первый раз участвует в патриотической акции. Ее дед – фронтовик. Я участвую в этой акции именно потому, что я понимаю важность сохранения истории Великой Отечественной войны. И понимаю, что этой акцией мы можем сохранять эту память и поддерживать тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции. Вопросы диктанта носили разноплановый характер. География войны, ее герои – отображение событий тех лет в искусстве, литературе. Они буквально нацелили участников акции на погружение в историю. Для меня были сложные вопросы. Это когда спрашивали про писателя и про историю. Диктант для меня имеет важное значение. Он является, можно сказать, памятным событием для нас по причине того, что каждый из нас на сегодняшний день должен все знать о своей истории, о истории своей страны, о подвигах наших героев, которые были совершены в те суровые года. Диктант – это не просто задание. Он помогает воспитывать уважение к своей родине. Итоги диктанта подведут в июне. Информацию можно будет найти в личном кабинете на сайте акции. Айгуря Зиатулина, Булат Миязов, Бавлинское телевидение. Бавлинцы собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. И в этот раз все было согласовано с бойцами. По их просьбе бавлинцы сформировали груз. В него вошли и три автомобиля. Грузовые машины готовы к поездке. На них наклеивают специальные надписи «Своих не бросаем, мы вместе». Глава района Илья Сгузаиров выразил благодарность всем, кто помог собрать гуманитарную помощь для ребят. Мы бавлинцы отправляем очередную гуманитарную помощь нашим ребятам, которые проходят службу в зоне СВО. Мы с ними поддерживаем связь, с родственниками личной посылки, те средства связи, средства, которые им нужны. На сегодняшний день для несения службы набрали с помощью предприятий, организаций и, конечно же, бавлинцев. На что я благодарю наших жителей. Любой клич, когда мы кидаем, на то, что собираем, оперативно все это набираем. Я уже сбил с счета, какую мы партию гуманитарную груз отправляем, потому что я знаю, что и предприятия, и организации, и отдельно общественные организации, и союз десантников, что они тоже дополнительно, отдельно вернее отправляют, помощь оказывают. И ребят, которые в отпуска приходят, они тоже формируют груз и тоже направляют. На этом мы останавливаться не будем. Мы с ребятами поддерживаем связь, с многими из них, с подразделениями, с командирами. Те средства, которые им сегодня нужны, мы находим возможность для того, чтобы оперативно им туда направить. В этот раз вместе с гуманитарной помощью направят автомобили, которые предназначены для эвакуации раненых солдат. С очередным гуманитарным грузом мы направляем еще три автомобиля. Это для эвакуации раненых, приспособленные для эвакуации раненых с поля боя. И легковые автомобили, которые нужны им для оперативно нанесения службы. Мы подготовили их, отремонтировали, дополнительные запчасти положили и направляем туда. Машины двинулись в дальний путь. Бавлинцы проводили их с наилучшими пожеланиями. На днях сопровождающие гуманитарный груз в зону СВО благополучно вернулись домой. Очередной раз отвозили гуманитарную помощь, встречались с ребятами, со всеми бавлинскими максимально постарались встретиться. Ребята встретили очень тепло, отзывчиво, с большими благодарностями. Хочу передать даже от них большие слова благодарности нашим неравнодушным жителям, неравнодушным организациям и вообще всем, кто помогает с гуманитарной помощью. Далее, какая потребность есть в данный момент? Ребята передислоцируются и, соответственно, максимально нужны строительные инструменты, строительные материалы. Что касается медицины, медицина тоже во всем нужна. Почему? Потому что там тоже весна, там холода, то есть тоже и простуда, и все это присутствует, так же, как и в наших краях. Если задаваться вопросом, что примерно нужно в нынешнее время, то это, конечно же, и окопные свечи, далее вот такие средства, как от комаров, от клещей. Индира Сайфурина, Данил Цавельев, Павлинское телевидение. В Ледовом дворце Дивон города Бавлы состоялся матч звезд среди юных хоккеистов. Поддержать ребят приехали представители Федерации хоккея Татарстана Кирилл Голубев, Данис Зарипов и Артем Лукоянов. До начала матча звезд заслуженный мастер спорта России Данис Зарипов и его бывший напарник по команде Акбарс Артем Лукоянов провели мастер-класс для юных хоккеистов команды Дивон. Ребята сыграли вместе со знаменитыми хоккеистами. Конечно же это для наших детей, вообще в целом для Бавлов это большой праздник, увидеть на территории Ледового дворца города таких именитых, знаменитых хоккеистов. Совместная игра стала радостным событием для ребят и их родителей. Встреча очень веселая, мастер-класс очень хороший, всем понравилось, все довольны, очень приятно, что они к нам приехали. Заряд положительных эмоций и отличного настроения получили не только юные хоккеисты, но и сами гости. Мы обязаны передавать свой опыт детишкам, так как мы сами на этом выросли, дети должны видеть наши, грубо говоря, финты, мысли, которые мы ведем на льду и должны также стремиться достигать такого же успеха. После мастер-класса состоялось открытие большого хоккейного праздника. В матче звезд среди воспитанников 2006-2007 годов рождения участвовали две сборные команды из 14 городов Татарстана – Восток и Запад. Бавлинские хоккеисты сыграли в команде «Восток». В результате упорной борьбы победила команда «Запад». Лисян Саидгареева, Булат Минязов, Бавлинское телевидение. После матча звезд представители Федерации хоккея Татарстана вместе с главой Бавлинского района Ильясом Гузаировым посетили реабилитационный центр «Я смогу». Его руководитель Марат Ильясов провел экскурсию по центру, рассказал о своих авторских тренажерах. Ну, это не самое легкое, но уже такая средняя. Представители Федерации хоккея Республики Татарстан осмотрели авторские тренажеры Марата Ильясова. Гости с удовольствием испробовали на себе возможности оборудования центра и отметили их хороший эффект как для реабилитации, так и для физических тренировок спортсменов. Также гости оставили свои пожелания на специальной доске. У нас на самом деле была честь, что наш центр посетил такая легенда, такая звезда, как Денис Зарипов. Это наш многократный чемпион, наша гордость, гордость нашей республики, нашей страны. И для меня огромный пример того, что как надо заниматься, стремиться идти вперед и побеждать. В составе делегации был исполнительный директор Федерации хоккея Кирилл Голубев. Мы с ним обговорили о наше возможное сотрудничество для реабилитации и восстановления травмированных хоккеистов. На встречу пришли и участники реализуемых в центре проектов – родители и дети. Литян Саид Гореева, Айгуль Диатулина, Булат Минязов, Бавлинское телевидение. Бавлы посетил заместитель руководителя УФАС по республике Татарстан Андрей Розенталь. Он ознакомился с условиями работы, технологиями и особенностями производства продукции одного из предприятий города. Ну вот, например, вот наш диспансер – новинка. То есть, получается, пожалуйста, возьмите. Руслан Бектемиров – молодой предприниматель. Именно ему несколько лет назад пришла в голову идея создать в Бавлах предприятие по производству пластиковых изделий для дома. Юридически компания основалась в 2021 году. Полтора года понадобилось для того, чтобы поставить её на производственные рельсы. В это время закупалось оборудование, в помещениях проводился ремонт, осуществлялась разработка изделий. Сегодня это хоть и молодое, но достаточно перспективное предприятие, успевшее завоевать свою нишу на рынке. Один из главных секретов – качеству продукции уделяется большое внимание. Исходя от массового производства, многие люди стараются закрывать глаза на многие вещи. Мол, типа, и так сойдёт. Мы же к этому относимся очень-очень строго. То есть, какие-то малейшие детали брака мы сразу же просто ликвидируем, перерабатываем и делаем снова. То есть, вы хотите, чтобы люди вас ассоциировали именно со знаком качества? Конечно. Заместитель руководителя управления антимонопольной службы по республике Татарстан Андрей Розенталь осмотрел производственные цеха и готовые продукцию. Он интересовался, как организовано производство, сколько создано рабочих мест, какие цели ставит перед собой руководитель. Он отметил, что именно это повышает конкурентную способность и способствует дальнейшему развитию любого предприятия. Здесь ребята работают на открытом рынке. То есть, здесь нет, значит, они работают только надеясь на себя, на те компетенции, которые у них есть, и умение договориться. Я вам честно скажу, вот обычно они более такие прогрессивные, что ли, потому что они ни на кого не надеются, на свои силы. Вот, они более конкурентные получаются. Заместитель руководителя управления федеральной антимонопольной службы отметил, что экономика каждого города развивается стабильно, когда открываются промышленные площадки и создаются новые рабочие места. Айгулька Дравькова была от Минязов, Бавлинское телевидение. Текущий год объявлен годом семьи. По сложившейся доброй традиции работники отдела ЗАГС поздравили родителей с рождением детей и вручили первый документ нового гражданина страны. Свидетельство рождения и памятный подарок. Подробности в нашем следующем материале. Эта весна стала еще прекрасней, потому что в нашем городе родились очаровательные детки. Торжественное мероприятие посетили семьи Фараховых и Едиевых. У супругов Фараховых родилась девочка Дарьяна, а в семье Едиевых – мальчик Абдуло. С таким значимым событием супругов поздравила заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Эльмира Хуснулина. Самая великая ценность у любого человека – это не деньги, не карьера. Самая великая ценность – это иметь детей. Поэтому Аллах Боженько дал вам эту ценность. Поэтому любите, оберегайте, растите их, воспитывайте, чтобы они выросли настоящими гражданами, во-первых, Российской Федерации, Республики Татарстана, нашего района. И самое главное – были вашей гордостью, чтобы вы всегда гордились своими детьми. Алена Фарахова стала мамой в четвертый раз, вышла замуж в 2009 году, старшей дочери – 14 лет. Вторая и третья дочки родились в 2018 и 2019 годах. А 20 марта этого года появилась на свет еще одна девочка. А что для вас значит, мама? Ну, счастье, радость и, как сказать, надежда на будущее, что в будущем нас ждет что-то светлое, приятное. Ну, вообще, будущее в наших детях. В свою очередь, Мавляя Диева стала мамой в шестой раз. Из Таджикистана они с мужем переехали в Бавлы в 2010 году. Здесь родились все их дети. Я очень счастлива, я много детей не могу. Завершилось мероприятие вручением подарков. Поздравляю. Небольшой подарочек. А Игорь Гадальвков, Балат Минязов, Бавлинское телевидение. Бавлинское телевидение присоединилось к республиканской акции «Мой герой, моя семья». Чтобы стать участником онлайн-флешмоба, нужно разместить посты в социальных сетях, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны, военным и родственникам тыла. В этом выпуске я расскажу о своем дедушке. Мой дед Халиулин Миродиан Хабибулович родился 10 октября 1925 года в селе Татарский Кандыс. Службу в рядах Красной Армии проходил с января 1943 года в качестве стрелка стрелковых подразделений и матроса береговой охраны Тихоокеанского флота. Демобилизован в марте 1948 года. Мой дедушка награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалью «300 лет российскому флоту» и юбилейными медалями. До выхода на пенсию работал трактористом совхоза «Южный». Дед умер 1 октября 2005 года. В Бавлинском районе начался сезон клещей. На сегодняшний день зафиксировано уже более 10 укусов. И судя по практике прошлых лет, это только начало. И число укушенных клещами будет только расти. Так, в 2023 году за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 175 человек. Из них 35 – дети. Клещи живут на кустарниках, высокой траве и выше 1 метра не поднимаются. Чаще всего люди заражаются в лесах с густым подлеском. У клеща очень хорошее обоняние. Он за 6-7 метров чувствует любого теплокровного животного или человека и нападает. Сначала с листвы на одежду, потом по одежде ползает и ищет открытые участки тела. И если он находит открытый участок тела, ищет, где кровеносные сосуды расположены неглубоко, чтобы можно было прокусить. Это в основном шея, подмышечная область, паховая область в основном, мочки, ухо. Икроножные мышцы обычно этими местами обращаются. И прокусывает. И что интересно, клещ впрыскивает в этот момент со слюной анализирующие вещества, обезболивающие вещества. Поэтому человек не замечает укуса. То есть укус не заметен. Он может его только обнаружить дома, когда он уже раздевается. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Чаще всего встречаются клещевой энцефалит и баррелиоз. Эти заболевания поражают центральную нервную систему и могут привести к развитию пролеча и даже к летальному исходу. Поэтому сразу после укуса необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Прежде всего, конечно, нужно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы медработник правильно удалил клеща и отправил на лабораторное исследование. Но если вы находитесь, конечно, вдали от медицинской помощи, то, конечно, придется самому удалять клеща. В этом случае можно воспользоваться пинцетом, захватить его аккуратно и нужно перпендикулярно поверхности укуса повернуть его вокруг оси тела и тихонечко такими покачивающими движениями удалить из кожных покровов. Место, конечно, нужно обработать дезинфицирующим раствором. По словам врача-инфекциониста, клеща ни в коем случае нельзя выкидывать. Тем более, если он живой. Нужно его положить в чистую посуду, предварительно смоченную влажную салфетку туда положить, чтобы была такая атмосфера немножко влажности и теплая. И нужно принести, конечно, в больницу, чтобы мы этого клеща отправили в лабораторию, где его исследуют. И если клещ зараженный или клещевым эцефалитом или бриллиозом, мы тут же в течение 72 часов назначаем серопрофилактику противоклещевой иммуноглобулин. Вводим, чтобы человек не заболел. И также назначаем антибиотикотерапию. Это у нас идёт как бы профилактика бриллиоза. Это тоже очень серьёзное заболевание. Поэтому, если даже клеща вы раздавили или выкинули случайно, всё равно нужно обратиться за медицинской помощью, чтобы мы назначили профилактическое лечение, чтобы человек не заболел. Тем более, конечно, если это дети. Сейчас клещи особенно активны, так как весной проходит время спаривания, и им нужна кровь. А Игорь Гадарфикова, Булат Минязов, Бавлинское телевидение. Два года назад в нашем городе заработал бесплатный кемпинг для автодомов. Расположен он рядом с трассой Казань-Оренбург. За это время его успели оценить гости не только из близлежащих городов, но и из Германии, Свердловской области, Москвы, Калининграда и ряда других регионов. Напомним, кемпинговая зона в Бавлах появилась в рамках реконструкции парка «Нефче». Рассчитана она на 15 домов на колёсах. Очередными гостями парковки стали три автодома, которые направляются в Алтай. Узнали про это место автопутешественники от своих друзей. С первого взгляда понравился, именно потому что он очень похож на кемпинги европейского качества. Такого, как в Германию заезжаешь аккуратненько, рядом какой-то, я ещё не прогулялся, парк. Лыжная база – это очень приятно, потому что можно и зимой, и летом. И вот сделано очень приятно, прям здорово. Туристы могут здесь не только отдохнуть, насладиться красотой природы, но и решить коммунальные вопросы. На площадке доступно подключение к электричеству, есть возможность залить свежую воду и слить серую, а также слить кассету туалета. Мы с ребятами ехали по платной дороге от Москвы, практически тысячу километров, останавливаемся на бензоколонках. Нигде нет возможности пополнить воду и, соответственно, эту кассету сполоснуть и в септик вылить. Здесь всё замечательно сделано, аккуратно, хорошо. Точки, что всё, и электричество, и вода, и слив, всё замечательно. С караванерами пообщался глава Бавлинского муниципального района Ильяс Гузаеров. Не так давно мы этим начали заниматься, но мы видим, что динамика есть, люди заезжают и зимой приезжают. Да, то есть уже не объезжают по М5 наш Бавлинский район, наш город, а знают, что есть такой кемпинг. И вот он как раз сейчас набирает обороты. Всегда при посещении автотуристов мы всегда узнаём, спрашиваем, какие бы ещё нужны были им удобства, дополнения. Но пока это всё устраивает, но, конечно же, будем насыщать, наполнять. Сегодня развитием автотуризма, который является для Бавлов новым, но интересным направлением, серьёзно заинтересовано руководство района. Бавлинский район расположен в уникальном месте. По его территории проходят ветеральные трассы Казань-Оренбург, Москва-Уфа, Самара-Челябинск. И при всём этом раскладе наличие современной развитой туристической автостоянки для Бавлов весьма актуально. Айгулли Диатулина была от Минязов, Бавлинское телевидение. Это все новости на сегодня. Далее вас ждёт прогноз погоды на следующую неделю. Сразу после него новости на татарском языке. До встречи на нашем телеканале. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.